Дмитрий Коваль Скажи нам, пожалуйста, про свое увлечение фотографиями. Давно ты этим занимаешься? Я увлекаюсь с Нового года. А что первое ты сфотографировал? Ну, первое сфотографировал собак. Животное? Ну, я фотографировала на телефон. Ты сейчас можешь уже что-то выбрать, что тебе больше нравится сфотографировать? То есть природу или животных, или все фотографируешь? Мне больше нравится фотографировать пейзажи. Какие у тебя еще есть увлечения, помимо фотографий? Чем ты еще занимаешься? Ну, еще я люблю видео снимать. Люблю выставлять куда-нибудь видео, там в Инстаграм, ВКонтакте, в Ютуб видео выставлять. То есть каждое свое видео ты обязательно куда-то выставляешь, да? То есть, чтобы все смотрели. И какие же тебе комментарии пишут? Я делаю так, чтобы мне комментарии не писали. Почему? Мне интересно мнение узнать. Ну, да. Дим, скажи, пожалуйста, кем ты стать хочешь? Я хочу стать фотографом. Потому что очень тебе это нравится, да? Я фотографии обрабатываю. Мне мама настановила на компьютер фотошоп, и она мне помогает обрабатывать фотографии. Как ты вообще про наш конкурс узнал? Ну, мне предложила мама, она узнала из компьютера, а я захотел. Поучаствовать, да? Ну, давай, рассказывай нам про свои такие фотографии интересные. Вот это конюшня в совхозе. Почему ты выбираешь именно такие кадры? Просто тебе очень понравилось, как деревья тут расположены? Ну, да. И все-таки получился симпатичный пейзаж. А это домик. Ну, это в деревне, я его фоткал. Там еще какие-то домостейные. Я взяла в кадр только вот этот дом. Почему? Он тебе понравился? Да. И еще кусты какие-то. Я увидела, когда я смотрела в ту сторону, я увидела, через реку пасется корова. А там стояли дома. И мне понравилось, и я решил сфоткать. Ну, это у нас в городе рассказываешь. Да. Вот эти фотографии. Ну, да, красиво смотрится. Как ты эту фотографию назвал? А, за рекой. Угу, за рекой. Здорово. И вот это заброшенный дом. Угу. Это тоже все рассказывал? Да. Ты путешествовать любишь по городу? Гуляешь с мамой? Да. Поро. Здорово. Интересно. Наверное, много видишь, да? Угу. Это тоже в совхозе конюшин, только с другого ракурса. Угу. Ну, как интересно. А это мост за рекой. То есть река за мостом. Ну, вот так. Угу. А это какой мост? Это обводная. Угу. Ну, обводная. Угу. А, это, наверное, речка Садовая идет, да? Да. Называется так речка. Это памятник солдатам. А это где такой памятник стоит у нас? Ну, в совхозе. То есть он тебя тоже заинтересовал, да? Интересный показался? Ну, да. Красиво так кусты закрывают. А как вот эта фотография называется? Это называется... Сейчас. Железная дорога? По-моему. Может, нет. Так, а что это за фотография? Это я фотографировал с пятого этажа уходящее солнце. Солнце было яркое, но потом оно ушло и превратилось в закат. Там дома видны, но сейчас их не видно. Тоже красиво. Это старая церковь. Ну, да, я очень много фотографий с этой церковью видел, но вот чтобы ее так сфотографировали, это действительно детский взгляд. А вот еще Димина работы, которые идут вне конкурса, но в которых виднеется доброе, веселое и беззаботное детство. Вот такой он мир глазами ребенка. Это натюрмон с розой. Ты сам так и сделал? Ну, мне мама помогла. Идею подсказала, да? Ну, да. А сфотографировал сам. Здорово. Ты играешь на пианино? Да нет. Просто. Это церковь. Это просто уже ты ее дальше немножко взял, да? Да. Это старый завод. Да. А тут вода, там мост видно. Это я фотографировала с моста. Ух ты. Это твой? Нет, это у бабушки. Котенок. Угу. Как зовут? Леопольд. Ну, как-то после этого как-то он называется. И называют его и так, и так. По-всякому. На двоим. Это тоже у бабушки черный кот. Ну, ты просто пейзаж такой, да? Деревья. Вид на реку. Мне бы облака понравились. Угу. А тут сирень. Тут забор. Красиво. Хочется запах почувствовать сирени сразу. Это божья коровка. На двоим. Это уж как здорово. Закат какой-то, видимо, да? Угу. Это горы. Вот. Красиво. Это его спустил с моста, потому что фоткал на мосте. Угу. Ну, то, что было. Сами. Ну, это просто мой мяч. Ты в футбол еще играешь? Ну, да. Молодец. Ух ты. То есть насекомых тоже любишь фотографировать, да? Красиво получается. Ты сам эффект выбираешь как-то, да? Или у тебя так получается фотография, то, что задний фон размыт, а на переднем плане именно цветок. Ну, на автопораде всегда так, что что надо, это четко, а задний план размыт. Угу. То есть как автонастройки там, да? Да. Дим, ну, спасибо тебе большое за предоставленные фотографии. Молодец, что не побоялся принять участие в конкурсе в нашем. И показал нам свои такие фотографии, свой детский взгляд, скажем так. Потому что у нас самый юный участник в конкурсе. Очень интересно было просмотреть фото, снимки. Ну, желаю тебе действительно стать фотографом, причем известным фотографом. И продолжать не бросать дальше свое занятие. Напомним еще раз снимки Димы. Башня. Домик в деревне. За рекой. Заброшенный дом. Конюшня. Мостик. Памятник. По рельсам. Уходящее солнце. Церковь. Даже семилетний Дим не побоялся принять участие в нашем конкурсе. Запечатляйте и вы красивые места нашего города. И представляйте свои снимки нам на конкурс. Для участия звоните по телефону 22 5 42. До встречи. Спонсором нашего конкурса «Городские улочки» является компания «Стройбетон». Производство и реализация раствора и бетонной смеси в городе Рассказово. Здесь вы можете купить бетон, который позволяет продолжать работу при температуре до минус 15 градусов. Заказ бетона и раствора проводится быстро и просто. Достаточно только обратиться по телефону 8 900 499 1010 и 8 920 473 5050. И сообщить о необходимом количестве продукта. Цены и качества вас удивят. К тому же не придется переплачивать за доставку. Так как расположен завод «Стройбетон» в городе Рассказово по улице Пролетарской. Поворот на МСО. На месте бывшего свеклопункта.